здравствуйте друзья вопрос такой знаете древний как мир как любовь вот сколько не напиши ник не скажи об этом а все остается пространство такое значит много пространства история такая значит семья он она ребенок молодые в принципе ребята относительно значит и живут они как бы хорошо и живут они в таком хорошем месте на юге россии живут там тепло там солнышко там красивая набережная по которой можно гулять чистенько ну то есть вот как бы такое комфортное для жизни место и вот значит есть он есть она он говорит место комфортное надо двигать потому что движухи нет роста нет нет возможности что-то куда-то по жизни прорываться естественно смотрит наш канал это понятно иначе бы вопрос не задавал нам значит и есть супруга которая говорит не то чтобы она даже как-то отказывается но она как-то в другом мире находится ей хорошо и она вроде так послушает его эти а потом говорит о чего я как-то она своего места в этом не видит и думает что я там буду делать знаете обычно кому я нужна там туда-сюда вот и только так вроде зажжется там посмотрит наш сюжетик какой-нибудь вроде зажжется внешним огнем дать как вот сырую деревяшку там снаружи запалить так вроде прихватила вот он бах погасло и вот значит и он волнуется переживает уже интервью назначено они видимо лотерейщики значит и вот уже интервью там с консулом назначено уже вот вроде все но все на мази уже не так много и времени то осталось а как-то вот она не прониклась ну и вот он спрашивает что делать можно как как с женой вот ну как тут сразу знаете очень много есть аспектов у этого поэтому первый аспект но это очень созвучно с нашим со светланой опытом потому что у нас правда наоборот было то есть светлана рвалась чего она рвалась я не знаю но в том смысле что у нее не было никакого представления о том что с ней будет я даже не я не знаю вот сказать вот как-то вот трудно но с другой стороны вот столько сколько я помню светлану а мы познакомились и еще 18 не было она хотела уехать причем именно в америка и значит вот может быть нет ответа на вопрос почему понимаете вот если как бы это мечта мечта не требует ответа на вопрос зачем почему вот мечта и все так у меня такой мечты не было больше того вы вы представьте себе это же было такое время надежда это же было время расцвета разрешили эту коммерческую деятельность там эти кооперативы так они как-то стыдливо разрешили но 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 все равно понимаете у меня уже кооператив там свой я уже зарабатываю много уже она там может не работать сидит дома и значит капает мне на мозги что надо ехать ну и до последнего момента знаете был такой момент очень ключевой когда знакомый наш где-то мы с ним пересеклись так вам даже не по телефону а где-то вот вы фактически уехали потому что с ним тогда пересеклись вот так случилось и он рассказал что в американском посольстве если выстоять там по средам если прийти пораньше там записаться в общем короче проникнуть внутрь по средам то там принимают 100 заявок в день на вот прохождение значит интервью на статус беженца потому что раньше это все в италии было то есть надо было выехать из страны по израильской визе доехать значит до вены значит в вене сказать я не я не в израиль если если в израиль то сразу из вены в израиль а если нет тогда из вены в рим и там уже вот значит ждешь такой был процесс и вдруг говорят в москве вен римский лагерь закрывается процесс и все будет проходить на москве и вот там значит такой есть процесс оказывается ну и когда наступила среда света мне говорится значит идем туда я так как-то но не знаю очень короче а нам она лучше расскажет эту историю но с утра она меня будет 6 часов год давай подъем ягуб светга может не пойдем никуда ну чё такая рань вообще-то куда мы и она вдруг так мне говорит если ты не поедешь где-то я поеду 1 ну и куда что деваться значит ну вот я встал там и пошел и дальше уже понеслось дальше я вам скажу когда уже все это пошло поехало ты проходишь через такой унизительный процесс ну в прошлом было да я просто вспоминаю говорю в настоящем время такой унизительный процесс собирания справок разговора с разными начальниками представьте себе что это значит вот прийти в военкомат если кто из вас там вот в чем это время то советское еще все-таки значит прийти в военкомат и сняться с военного учета по причине выезда на постоянное место жительства там старший лейтенант запаса портнов михаил петрович значит но в общем да много всякого и вот и ты уже деньги менять это просто как битва была то есть казалось что мы вообще жизнь положим там чтобы поменять эти деньги вплоть до того что там разборки с бандитами которые там держали монополию на эту очередь только за взятки пропускали людей на на деньги там чтобы поменять свои там три копейки несчастные вы бы не знаете что это было за предприятие уже после этого когда вот этот черту перешел уже дальше путь вот туда дать как на наклонную плоскость вступил уже все уже там вот наш супруга нашего героя еще не вступила на наклонную плоскость она как бы он ее тащит там он уже там эти она еще нет но я нашу историю со светой к чему вам привожу что если человек как бы здоровую основу имеет то есть у него как бы правильные ценности в жизни то есть он трудолюбивый он как бы ценит вот то что дает человеку семья он ответственный и так далее то в такой стране как америка у него есть только один путь это вот-вот по вертикали вверх поэтому это просто страна для таких людей она создана по-другому изначально вот отцы-основатели нет еще до них еще до отцов-основатели вот первые эмигранты которые поехали вот те еще протестанты которые уезжали от преследований со стороны католиков вот это инквизиция фашизма настоящий вот они оттуда драпали и вот они заложили этические нравственные основы этого общества и она да и вот оно такое вот с тех пор так вот отцы-основатели уже это все как бы оформили там конституцию такую сделала 200 лет а с лишним уже сколько там вот она вот все такая же там практически не менялась никогда и да и работает до сих пор поэтому есть такие основы это если человек правильный внутри и он здесь оказался в силу тех причин или других причин у него все должно быть хорошо и я не хочу сказать вот посмотри на меня вот с ней будет то же самое так это неправда с ней будет еще что-то мы разные люди все плюс она женщина у нее дети там и тогда но ну тем не менее у него должно быть все хорошо но существенно в этом что она пока что не перешла вот эту черту она сомневается вот это в данном случае как я вот тогда и как бы то есть вы ее тянете но в какой-то момент но она она же не скажет знаешь что мужик езжай один а я тут с ребенком останусь сейчас я понимаю что это не не вариант то есть она так не говорит она говорит ну хорошо ну поедем а когда она уже поедет когда она уже увидит она а что я там буду делать трудно сказать заранее то понимаете самое страшное что с ней может произойти то есть она там пару-тройку лет поживет язык подхватит придет к нам станет там софтфер тестировать если уж совсем не знает чего ей делать будет зарабатывать жуткие деньги и никому не рассказывать сколько чтобы не завидовать это самый плохой вариант вообще какой только может быть поэтому так трудно конечно другой момент вот еще значит другой аспект о котором я хотел бы может быть сказать сегодня дело в том что у мужчины и у женщины так энергетически как бы разные разные функции вот я помню как раз у михаила бородянского на семинаре мы тогда обсуждали что мужчина вот как сосуд он создает он дает форму а женщина наполняет этот сосуд энергия мужская и женская может быть мужчина у которой много женской энергии или женщина с мужской это это отдельная история но вот энергия мужская создает форму а женская и и наполняет поэтому в данном случае все таки значит вот муж как муж он просто переживает он уже создал эту форму она ей уже деваться некуда да она она просто еще мозгами не там потому что у нее есть минутные заботы у нее есть ребенок которым она занимается у нее есть там я не знаю что может быть родители она с ними там на телефоне папа по часу в день я не знаю но что-то у нее такой есть что уже сегодня занимает ее мозги в той мере в какой она не отказывается ехать значит в этой мере все будет нормально то есть она попадет на место она молоденькая господи когда она видит как ребеночка хорошо вот и как все это здорово получается значит она найдет свое место в этом во всем для нее найдется очень 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 много всяких мест если только она захочет ну вот и быть в хорошем состоянии да то есть чтоб работа была чтобы денежка была чтобы социально там люди вокруг интересные симпатичные и так далее да чего нельзя конечно допускать вот я на мужа в данном случае обращаю свой взор чего нельзя допускать нельзя попасть нельзя попадать в клаку потому что на пребывание в клаке на большинство людей влияет таким образом что они становятся ее органичной частью понимаете есть люди устойчивые их ничего не берет но но это единицы а в основном мы все подвержены поэтому значит нельзя оказаться в клаке вот видишь клак значит надо валить оттуда срочно и не позволять там быть не себе не жене там не детям и так далее вот эти гетто которых люди там у них все рассуждения о том как что-то получить не работая как что-нибудь такое украсть как заработать на какой-то уголовной или около уголовной деятельности там начинаются там скажем липовые кейсы по получению денег со страховки за специально битые автомобили вот это вот их научат сразу там если правильное место попасть там там много чего я помню тут паренек один был на форуме говорим про вес он ехал ехал так потом пропал куда-то а потом через шесть месяцев выходит в смысле снова появляется год в тюрьме 6 месяцев был не сто места попал там что-то его научили чему-то и вот 6 месяцев тюрьме поэтому важно быть хорошие тусовки вот это я думаю для для него существенная я кстати когда смотрю вот на на что снег то тут школьный и я не знаю ребята сами понимают или нет это уже отдельный вопрос потому что они молодые и могут ценить могут не ценить это очень сильно зависит так от жизненного опыта но я там уже постарше я смотрю и я вижу как они вместе тут друг друга находят и они там ну вот у нас тут встречаются и дружат и там и я думаю как все таки здорово потому что эти собираются люди которые имеют общий интерес которые как сказать вместе куда-то движутся понимаете нельзя нельзя нормально жить и двигаться если вокруг тебя люди никуда не движутся и наоборот объясняют те что ты придурок то что правильно было бы залечь там куда-то пройти там из каких-то капилляров там что-то подсасывать вместо того чтобы там из трубы тер мешок стекал резиновый а труба большая эти они этого не перенесут я со света и с утра наш разговаривал я говорю слушай вот интересный вопрос парень написал вот чтобы ты сказал но свет как человек как вам сказать просвещенный в этом области она говорит знаешь что ты давай вот скажи ребятам чтобы они заполнили тест у нас есть вот на векторный анализ такой психологический тест вот пусть они заполнят тест там это занимает 20 минут оба и тогда можно будет сказать какие-то проблемы можно будет увидеть с которой может быть уже сейчас можно поработать потому что изначальный вопрос вот молодого человека был такой вот что сейчас можно сделать вот сейчас пока мы еще там что можно сделать вот значит можно сделать тест я ему помню в личку написал ютюбовскую я ему в личке скину там ссылочку на тест вот и света говорит что я тогда вот готова там посмотреть и разобрать как пример анализа по тестам наша дочь начни иногда присылает заполненные тесты каких-то сотрудник у него у него там весь офис у дочери весь офис прошел тесты но они это делают как бы анонимно то есть дочь знает кто это а света нет и она на них пишет такие письменные подробные характеристики что причем так точно что вот там весь офис просто там прыгает до потолка и все хотят участвовать уже всех протестировали там вот так что рука уже немножко набитая может быть тоже что-то выйдет оттуда во всяком случае даже если человек сам понимает что у него что-то есть но ему четко сказали вот раз два и три он говорит да это правда он фокусируется на преодолении каких-то проблемных участков который как бы он абстрактно знает что есть но и ну и чего теперь вот а так уже да там еще понятно на самом деле не только проблемность но но даже примерно понятно что с этим делать примерно так что вот это предложение со стороны света и такой вот значит ее встречный ход вот а я подумал что я уже расскажу то что я значит думаю по этому поводу и самое забавное это вот как раз то что я я-то как раз никуда не рвался я был очень увлечен деньги сыпались там со всех сторон так легко было делать бизнес еще не было бандитов которые там ходили убивали или там что-то с утюгом там как-то так и и не то что мне эти деньги было куда потратить то время потратить деньги было практически некуда но но сам понимаешь вырвался из системы вырвался из бардака был такой знаете старый анекдот тех лет еще был анекдот как два еврея беседуют и один гейт хаем я знаю я вижу же ты копишь деньги потому что ты так скромно живешь в это же вроде хорошо зарабатываешь я знаю и оживешь как будто ты вообще нищий и на что ты копишь хоть скажи тот говорит ты знаешь я имею давнюю мечту хочу купить церковь то там могут а что тебе церковь зачем сколько себя помню хотел отделиться от государства вот и вот когда это произошло у меня было полное ощущение что я отделился от государства не могу даже сказать что это государство всегда не любил это было не так то есть когда-то я его очень любил потом до меня стало доходить немножко потом когда я стал заниматься вот этой коммерческой деятельностью до меня стало намного лучше доходить я в ужас пришел просто от того в каком мы государстве живем но да что тут что тут скажешь счастливые вот супруга счастливый человек она она просто не вовлечена ни во что такое от чего ты думаешь надо бежать причем вот там я не знаю по карманам расставать чего есть и бегом и там ползком через границу хотя она не участвует да так что счастливые люди в общем такая вот история друзья я я думаю что у ребят все нормально сложится они молодые и как бы как бы семья детки они может быть еще не знают что будут делать а кто знает господи ну все для себя что-то такое находят то есть мир возможностей настолько велик здесь что даже я не знаю как бы я не пытаюсь их уговаривать я пытаюсь успокоить немножко может быть его супругу давайте я перевернул камеру сюда на улицу вот мы с вами едем а тут мои студенты идут сейчас мы их заснимем наверное а еще без пяти десять это они на занятиях идут друзья вот смотрите студенты портнов компьютер скул с рюкзачками как туристы какие-нибудь двигаются на урок давайте мы их сейчас как-нибудь вот они нам помахали ручкой вам друзья помахали ручкой так что и я присоединяюсь к этому позитивному жесту и желаю успехов всем кто нас слушал а вдвойне тем кто соборозил поставить лайк счастливо и